Приветствую, друзья. Вы когда-нибудь задумывались, что путинская война против Украины для многих российских граждан устроена по принципу финансовой пирамиды? Вот такой вот МММ 21 века, только очень кровавый. Неочевидное сравнение. Но сейчас поясню. Аббревиатура МММ стала мемом и известна в общем каждому россиянину, хотя в действительности активный период деятельности МММ составлял всего лишь полгода в далеком 1994 году. Среди этих многочисленных фирм была и в меру успешная с аббревиатурой МММ. Так было до 1994 года. ММММ стала одной из первых и самой известной финансовой пирамидой в России. Но вообще вот эта вот вся махинация, известная как пирамида или схема понция, существует достаточно давно. В основе финансовой пирамиды лежит принцип, что доходность старым вкладчикам обеспечивают вкладчики новые. И пока приток вкладчиков увеличивается, схема исправно работает. Естественно, рано или поздно новые вкладчики заканчиваются и вся схема рушится. Это происходит, поскольку вклады, ну, собственно, ничем не обеспечены. А доходность получается лишь из-за перетока денег от старых вкладчиков к новому. Общий принцип финансовой пирамиды – первые участники имеют шанс хорошо заработать. Остальные потеряют все. По результатам всего полугодичной деятельности МММ по разным оценкам пострадало от 2 до 15 миллионов человек. Люди теряли сбережения, жилье, от отчаяния заканчивали жизнь самоубийством. Как и почему это связано с войной против Украины? Это ровно тот же принцип. Война идет уже полтора года. Российские потери в ней, по самым скромным оценкам, не виданы со времен Великой Отечественной войны. Есть цифры 60-70 тысяч погибших, есть даже больше 200 тысяч. Это уже в несколько раз больше, чем общее число погибших в Афганистане и в ходе обеих войн в Чечне. А вы помните, какие социальные и политические потрясения были связаны вот с теми войнами? По некоторым оценкам, в прошлом году половина всех российских мужчин, умерших в возрасте от 20 до 24 лет, погибли на войне. Одним словом, потери колоссальные, но при этих колоссальных потерях нельзя сказать, что Путин добился каких-нибудь ощутимых успехов. С лета прошлого года российские войска в основном отступают. Осенью на фоне неудач под Харьковом и Херсоном в России объявили мобилизацию. Набрать удалось от 300 тысяч по официальной версии до 500 тысяч человек по экспертным оценкам и подсчетам. Контрнаступление украинцев удалось остановить и все ждали мощного ответного хода от Кремля, зимнего наступления, пополненными мобилизованными частей и соединений на фронте от Запорожья до Харькова. Зима давно прошла и теперь можно подвести итоги этого наступления. Нигде, кроме Бахмута, российским войскам не удалось существенно продвинуться. Да и там наступали, строго говоря, не военные, а наемники из ЧВК Вагнера, попавшие туда в основном из тюрем. Поэтому командование ЧВК совершенно не жалело их в многочисленных так называемых мясных штурмах. В итоге сейчас британская военная разведка оценивает численность всей российской военной группировки в Украине ровно в те же 200 тысяч человек, что она насчитывала в начале вторжения. Вот только уровень их подготовки и оснащенности еще и упал. Без новой мобилизации сложно рассчитывать даже на успешную оборону, не говоря уже о дальнейшем наступлении, нужны сотням тысяч солдат. Но объявлять новую мобилизацию власть очевидно боится. Даже частичная мобилизация осени прошлого года стала настоящим потрясением для страны, вызвав невиданную волну эмиграции. Путин воспринял это буквально как побег, мол, куда же вы, людишки, куда разбегаетесь, а кто в Украине-то умирать будет? В отместку были придуманы электронные повестки, де-факто введено военно-крепостное право. Но это инструмент на будущее, применять его для мобилизации сейчас не с руки. Иначе придется признавать, что, во-первых, в Украине все идет, мягко говоря, не блестяще. А во-вторых, что граждане России не горят желанием умирать на этой войне, поэтому их приходится туда тащить силой. Какой же выход? Выход попытаться купить миллионы новых солдат, привлечь их невероятными для России зарплатами и льготами. И это то, что происходит прямо сейчас. Несколько примеров. Вот военкор Сладков рекламирует службу по контракту. Бронь оставленных рабочих мест, бесплатный отдых детей, кредитные налоговые каникулы, бюджетные места в вузах для детей-контрактников. Подписал контракт, получи 600 тысяч рублей ежемесячное довольствие от 204 тысяч рублей. Вот показательная реклама из Приморья. Стань героем за 40 тысяч рублей сразу и от 200 тысяч рублей ежемесячно. Конечно, все они напирают на то, что дело вовсе не в деньгах, а это просто патриотический долг. И дело чести каждого мужчины. Но дело, разумеется, прежде всего в деньгах и льготах. Вот просто посмотрите на этот рекламный ролик Минобороны. Освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Подумай только, путевки в санаторий и отпуск два раза в год. Да еще освобождение от земельного налога. Больше умиляет только вот эта реклама на квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Хабаровске. Там на подписание контракта соблазняют бесплатными лекарствами и трехразовым питанием. Это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь в нищих регионах Дальнего Востока, Сибири или Северного Кавказа, военная служба часто и единственный шанс вырваться из нищеты. Кстати, такая реклама хорошо объясняет, почему так много погибших на войне выходцы не из самых густонаселенных регионов, вроде Тувы или Бурятии. Просто потому, что 200 тысяч рублей в месяц для депрессивных регионов – это совершенно космические деньги. И многие отправляются служить, рассчитывая решить тем самым финансовые проблемы. Служить выгоднее, чем работать. Но что самое ужасное, погибать на войне оказывается еще выгоднее. Вот посмотрите на эту страшную карту. На ней отображен жуткий показатель, с какого возраста российскому мужчине выгоднее погибнуть на войне с Украиной, чем жить и работать до пенсии. Понятное дело, выгоднее не для него самого, а для его семьи, потому что мертвым до выгод нет никакого дела. На карте сравнивается, сколько человек в среднем может заработать до пенсии с обещанным размером выплат за погибшего на войне. Получается, что чем ниже полученный возраст, тем выгоднее воевать и умирать. В благополучной Москве, например, мужчинам только после 40 выгоднее умереть на войне, чем работать, а потом получать пенсию. В Томской области выгодно идти умирать уже после 33. А в некоторых регионах, прежде всего на Кавказе, молодым парням за всю жизнь не заработать столько, сколько государство обещает заплатить за их смерть на войне. Молодой, здоровый человек своей смертью может заработать больше, чем многолетним продуктивным трудом. Это дикая ситуация, но выгодная для российской власти. Поэтому власти всеми правдами и неправдами заманивают людей на войну деньгами, набирают их под видом разнорабочих через объявления на авито, дают руководителям предприятий задания по набору контрактников, обзванивают студентов с долгами и предлагают им заключить контракт с Минобороны, забивают рекламой контрактной службы все возможные официальные паблики в соцсетях, рассылают смс-ки с приглашением подписать контракт, звонят потенциальным контрактникам по телефону, вербуют в армию через конторы вроде ГБУ-жилищник, в планах набрать 400 тысяч контрактников и добровольцев и тем самым избежать принудительной мобилизации, а потом и вовсе довести численность армии до полутора миллионов человек. И вот здесь мы возвращаемся к нашему разговору про войну как кровавую финансовую пирамиду. Несмотря на войну, несмотря на санкции, несмотря на отток специалистов и падение экономики, у Путина все равно еще очень много денег. Но многое это не бесконечно. Мы с вами видим гигантский дефицит федерального бюджета в 3,4 триллиона рублей. Это уже больше, чем плановый показатель за весь год. За январь-апрель 2003 года доходы бюджета упали на 22%, расходы выросли на 26%. Иными словами, получаются такие вот расходящиеся ножницы, создающие огромную дыру. Если смотреть не год к году, а накопленные по итогам за последний год, то за период с апреля 2022 года по апрель 2023 года дефицит составляет немыслимые 8 триллионов рублей. Это уже близко к трети всех расходов федерального бюджета. Но главное, что происходит сейчас с Россией, это примитивизация экономики, рост зависимости от Китая, стремительная милитаризация. Что вот это все означает? Это означает, что возможности для невероятных выплат контрактникам не безграничны. Особенно это касается гигантских выплат в случае гибели. Сейчас семьям погибших на войне обещают от 10 до 12 миллионов рублей. Если погибших 10 тысяч, то выплатить придется 100 миллиардов. Такие деньги есть, не проблема. Если погибших 100 тысяч, то нужен триллион рублей. Триллион, наверное, тоже есть. Но это уже очень чувствительная сумма для бюджета. А вот если погибнет миллион контрактников, то 10 триллионов на выплаты будет взять просто неткуда. Это половина всего федерального бюджета страны. А в нем и так гигантская дыра, как мы помним. Путин на наших глазах создает гигантскую финансовую пирамиду. Те, кто вступят в нее раньше, получат и единовременные выплаты, и месячное довольствие и льготы. Учитывая уровень потери, сами эти люди недолго будут получать эти деньги. Но родственники действительно могут рассчитывать на солидную выгоду. Но тем, кому не повезет, проиграют дважды. И шансы выживания на такой войне невелики. И на бесконечное продолжение выплат я бы не рассчитывал. Мы уже видим, как система не справляется с финансированием войны. Семьям пропавших без вести на войне отказывают в компенсациях. Получившим серьезные ранения ставят более легкие диагнозы, чтобы сэкономить на выплатах. Контрактников заставляют самим покупать бронежилеты, аптечки и другое снаряжение. Итог всей этой кампании несложно предугадать. Даже если Кремль наберет еще несколько сот тысяч или миллион солдат, обещаниями, конечно, гигантских зарплат и льгот, перелома в войне не произойдет. Сейчас Путин щедрой рукой раздает льготы и зарплаты, рассчитывая, что победа все спишет. Резервы разморозят, глупые европейцы снова начнут покупать газ и нефть. В Россию вернутся западные корпорации. Ну, в общем, немытьем-то катанием все нормализуется. Но это не так. В результате любая финансовая пирамида рано или поздно рушится под тяжестью обязательств. Это значит, что с какого-то момента вступившие в эту кровавую пирамиду ничего не получат. Либо получат настолько мало, что будут вынуждены жить в нищете. Если, конечно, сумеют выжить в этих самых мясных штурмах. Пирамида войны устроена понятным образом. На ее вершине Путин и его сподручные. Они заработают на войне в любом случае. И вот они, собственно говоря, заберут главный капитал. Уровнем ниже генералитет, хозяева оборонки и профессиональный национал-патриот. Это те, кто тоже зарабатывает на войне деньги, зарабатывает влияние и популярность. Чуть ниже те контрактники и наемники, кто успел рано войти в пирамиду. Они заработают обещанное, даже если им придется для этого умереть. А вот в самом низу, те, кого сейчас завлекают на фронт обещаниями зарплаты, компенсации и выплат, этих людей будет больше всего. Именно их рано или поздно кинут, потому что они ценят деньги больше, чем чужие жизни. И с ними церемониться не будет никто. Если думаете, что в случае нехватки денег Путин не посмеет кинуть сотни тысяч вдов, сотни тысяч сирот, погибших на войне, то вспомните пенсионную реформу. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Кинул пенсионеров, а они были живы и были основой его электората. Но это значит, что он кинет и контрактников, и их семьи. Я понимаю, что среди зрителей моего канала вряд ли есть те, кто всерьез задумывается за деньги пойти убивать украинских граждан. Возможно, у вас есть друзья, знакомые, или, например, друзья друзей, которые думают на эту тему. Помогите им, поделитесь этим роликом, перешлите его, помогите им не делать чудовищного выбора. Скажите им, чтобы они не совершали эту ошибку, не пытались заработать на войне против Украины. Счастливо вам. Возможно, для тех, кому мало моральных или правовых аргументов, чтобы держаться подальше от этой войны. Может быть, на них подействуют экономические объяснения. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...